Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет, первое послание к Коринфянам, седьмая глава. Я читаю свой перевод, его комментирую, и глава большая, сложная. В шестой главе Павел коснулся темы блуда. Ну, понятно, что он может об этом сказать, что христианам это не пристало, но возникает вопрос, а что тогда вместо? И вот седьмая глава, наверное, одна из самых известных среди вообще всех новозаветных посланий глав, потому что здесь разбирается вопрос семейного какого-то устройства христианской жизни, и если блуд – это плохо, наверное, никто с этим спорить не будет, то, может быть, другая крайность хороша, полное воздержание. Теперь насчет того, что вы мне писали, мол, хорошо человеку не прикасаться к женщине. Понятно, такой аскетизм, который кем-то возводится как, собственно, единственная альтернатива разврату. «Чтобы не было блуда, у каждого пусть будет своя жена, и у каждой свой муж, и пусть муж воздает должное расположение своей жене, и точно так же жена своему мужу. Тело жены принадлежит уже не ей, а мужу, и точно так же тело мужа принадлежит не ему, а жене». Ну, для нас это, может быть, сегодня звучит немножко банально, даже отчасти радикально, но для того времени это очень, на самом деле, яркая мысль, потому что, вообще-то, в древнем мире субъект права – это мужчина. И женщина имеет разные права в разных системах. Римское право, кстати, достаточно либерально по тем временам, но все равно женщина вторична в этом римском праве. То есть, здесь уравнивается полностью положение супругов. И он говорит о том, что вот человек, состоящий в браке, принадлежит своему партнеру в браке. «Не избегайте друг друга, разве что по уговору на время, чтобы посвятить себя посту и молитве, а потом снова будьте вместе, чтобы сатана не искушал вас из голодавшихся». Ну, принцип понятен, да, то есть, можно его сформулировать так, что если, собственно, люди как-то стараются себя лишить всевозможных таких плотских радостей, то, ну, они впадают в блуд. Вот для этого существует брак. Но здесь получается, что смысл брака, он такой довольно утилитарный. Вот если можно без этого обойтись, то хорошо, но не получается же, поэтому давайте хотя бы это каким-то образом упорядочим в виде брака. Но дальше он уточняет. Это я говорю как позволение, а не как предписание. Я бы хотел, чтобы все люди были подобны мне. Павел не был женат и, соответственно, жил жизнью холостяка. Но у каждого свое дарование от Бога. У одного такое, у другого иное. То есть, вот при этом он сразу говорит, что это его частное мнение, и что он не настаивает именно на таком решении. И позднее он уточнит, что, а вот здесь говорит Господь. Итак, неженатым и вдовам скажу так. Лучше бы им оставаться в том же положении, что и я. Ну, то есть, незамужними, неженатыми. Если же они с этим не справятся, пусть вступают в брак. Ведь лучше состоять в браке, чем пылать страстью. А женатым приказываю уже не я, а Господь. Жена пусть не бросает мужа. Если же бросит, пусть остается в безбрачии. Или примиряется с мужем. И муж пусть не покидает жены. Ну, то есть, вот здесь он отличает уже заповедь непосредственно Господню от собственного совета. То есть, брак ненарушим, но это от Бога. А вот я считаю, что лучше обойдись без брака, ну, кто как уже решит для себя. Всем остальным говорю я, а не Господь. То есть, дальше опять пошли частные советы Павла, с которыми можно не соглашаться. Если у кого из братьев жена неверующая, но она желает жить вместе с ним, пусть ее не бросает. Если у какой женщины неверующий муж, и он желает жить с ней, пусть не бросает мужа. Неверующий муж освящается от верующей жены, неверующая жена от собрата по вере. Иначе бы дети их считались нечистыми, а так они святы. Да, то есть, имеется в виду, что дети, рожденные от брака, где только один из родителей христианина, они все равно принадлежат общине, они часть Божьего народа. Соответственно, идет, так скажем, по модели освящается тот, кто не свят от того, кто свят. Но святы здесь это принадлежность Божьему народу. Если же неверующий хочет уйти, пусть уходит. Брат или сестра не связаны в подобных случаях. Но Бог призвал нас к миру, как знает жена, не ты ли приведешь мужа ко спасению, и не ты ли муж приведешь ко спасению жену. То есть, вот принцип понятен. Брак – вещь прочная, важная, нужная, даже тогда, когда он с неверующим супругом. Каждый пусть остается в том положении, каким наделил его Господь, в котором призвал его Бог. Такое наставление даю во всех церквах. Если кто был призван обрезанным, пусть не скрывает этого, кто призван необрезанным, пусть не совершает обрезание. А имеется в виду, естественно, обрезание, которое совершали узии. Причем были операции специальные, сложные, когда ликвидировались последствия обрезания. Это довольно сложно и мучительно, но сделать было можно. Вот человек остается в том положении, в котором он призван. Понятно, поскольку у христианства не есть нечто внешнее, но есть внутренние перемены. И, соответственно, все внешние социальные или даже физические свойства человека могут оставаться такими, какими они были на момент призвания. И обрезание ничто, и необрезание ничто. Все в соблюдении заповедей Божьих. А дальше разбирается еще один довольно важный вопрос. В каком звании был призван человек, пусть нем и остается. Ты призван рабом, пусть тебя это не заботит. Впрочем, если можешь освободиться, воспользуйся этим. Тут как раз очень сложное место. И есть другое, прямо противоположное прочтение. И даже если можешь освободиться, лучше послужи. То есть, раб, в принципе, может остаться рабом. А что делать, если у него есть шанс на освобождение? У рабов, естественно, не бегство, не мятеж. Но у рабов такие шансы возникали, когда хозяин в обмен на какие-то особые услуги, в благодарность за долгую службу, отпускает раба на волю. И вот призывает ли Павел воспользоваться этим шансом, или он говорит, лучше послужи. По-гречески там и то, и то, там такое выражение «малон хресай», которое можно понять в двух смыслах. Но, наверное, все зависит скорее от контекста. И вот дальше мы, почитав, наверное, поймем, что ближе к изначальному смыслу Павла. «Кого Господь призвал в звании раба, становится в Господе свободным. И точно так же, кого Господь призвал свободным, становится рабом Христовым. Вы были куплены за великую цену. Не становитесь рабами людей. И в каком положении кто был призван, братья, пусть в нем и остается пред Богом». То есть, в принципе, быть рабом не позорно. Но, наверное, там по контексту можно понять так, что в том, чтобы освободиться, ничего плохого нет. Это похоже на положение относительно вдов, ну и вдовцов, соответственно. Лучше оставаться как есть, но и выйти замуж, жениться, в этом тоже нет ничего плохого. Главное, чтобы вы не становились рабами людей. Здесь явно не столько про продажу себя в рабство, что тоже по римскому праву было вполне возможно, сколько про порабощенность каким-то земным установлением. Вот Павел начинает это послание с разговора о партиях. Я Кифин, я Павлов, я Аполлосов. Вот, собственно, вступая в партию какую-то, вступая в группировку, названную чьим-то именем, человек себя как бы порабощает людям. А он куплен дорогой ценой, за него Христос умер. Он Божий, он Христов, и поэтому ему нужно оставаться в этом положении. Но дальше он возвращается к вопросу о браке. Да, вот рабы – это как бы на полях заметка, все понятно про вдовцов и вдов, а еще есть юные девушки, и они хотят обычно замуж выйти, естественно, их родственники хотят их выдать замуж. Насчет девиц нет у меня наставления от Господа. Выскажу лишь собственную мысль, ведь я, по милости Господа, верен ему. То есть, ну, я имею тоже право как-то свои высказать суждения, но наставления от Господа нет. То есть, здесь всего лишь частная точка зрения. Павел очень четко это различает, где у него от Бога, где у него от себя. Итак, я полагаю, что хорошо человеку в нынешнее сложное время оставаться в прежнем своем положении. Ну, то есть, вот тот же принцип, каким ты был, таким ты и остался, да, в том же положении. «Связан ты браком, так не ищи развода, остался без жены, так не ищи жены. Впрочем, если и женишься, не согрешишь, и девица, если выйдет замуж, не согрешит, но телесная жизнь в браке будет полна оскорбей, а мне вас жаль». Ну, идет речь о том, что гонения, в общем, уже присутствуют и будут усиливаться, и семейный человек уязвим, да, семейный человек должен заботиться о своей семье, его есть за что ухватить, что называется, да, когда человек один, он гораздо более независим. «Вот что скажу вам, братья, близится срок, времени мало, и женатые пусть будут словно неженатые, а кто скорбит, словно и не скорбит, возможно, о вдовцах идет речь, и о вдовах, которые, соответственно, траур носят, а кто радуется, словно и не радуется, а кто покупает, словно и не владеет ничем, и чем бы ни пользовались вы в этом мире, словно и нет в том пользы, ибо мир в его нынешнем виде подходит к концу». Вот уже две тысячи лет он подходит, да, начиная с того момента, как эти строки были написаны, ну, примерно 19 с половиной веков и еще там маленький хвостик, да, и, казалось бы, так и не подойдет, но для Павла это не вопрос скорого или не скорого конца света, сколько вопрос последних времен. Мир входит в конечную стадию своей истории, ожидания пришествия Христова, и здесь уже все эти социальные роли, все эти общественные восстановления не играют большого какого-то значения, не имеют, не играют большие роли, а при этом люди, естественно, живут, и в этом они в праве своем могут и вступать в брак, и оставаться как они есть, делая выбор сами для себя. Собственно, Павел очень уважает свободу человека, вот что важно, и, в частности, почему он подчеркивает, это мой совет, это не от Господа, да, то есть я не навязываю, высказываю свое мнение. Хочу, опять-таки, я хочу, да, лично, хочу, чтобы не было у вас забот. Неженатые заботятся о Господнем, как Господу угодить, а женатые заботятся о мирском, как угодить жене, разрываясь на части. Есть разница между женщиной и девицей, незамужние заботятся о Господнем, о святости телесной и духовной, а замужние заботятся о мирском, как угодить мужу. Все это я говорю ради вашей пользы, не налагая на вас ерма, пусть ничто не отвлекает вас от подобающего и преданного служению Господу. Снова и снова вы свободны, вы поступаете, как хотите. Я даю советы, я даю подсказки, я не налагаю ерма. Вот, довольно редко, на самом деле, доводится слышать такую позицию от многих христианских проповедников. Если же кто считает неприличным, чтобы его девица оставалась незамужней в зрелом возрасте, пусть поступает по своему желанию, он не согрешит, когда они вступят в брак. Мы не знаем, кстати, о ком идет здесь речь, о женихах или об отцах. Ну, в любом случае, есть незамужняя девушка, допустим, в которую человек влюблен или с которой он помолвлен, а может быть, дочь, которая не выходит замуж, уже возраст у нее серьезный, ну и вот, хочешь ее выдать замуж, выдавай. Но кто от всего сердца, по собственному выбору, а не по необходимости, управляя собственными сердечными желаниями, решит сохранить ее девственность, тот поступит хорошо. И тот, кто устраивает брак своей девицы, поступает хорошо, но кто воздерживается от брака еще лучше. «Жена по закону привязана к мужу лишь на время, пока он жив, а после его кончины свободно выйти за кого захочет, лишь бы и он был господин, ну, то есть верующий. Но больше для нее блаженство в том, чтобы оставаться, как есть, таково мое мнение, а я полагаю, что и во мне есть Дух Божий». Вновь и вновь частное мнение, ну и общий принцип понятия, да, все существующие социальные установки на данный момент вторичны, и главное – это вот жизнь в вере, жизнь с Богом. А так вы свободны, вы можете решать сами. И в восьмой главе он продолжит говорить примерно то же самое, немножко на другую тему, говоря о пище. Субтитры создавал DimaTorzok